добрый день не нужно масло и фильтр на citroen c4 вроде не одну секундочку здравствуйте можно пожалуйста свечи промывку инжектор вот 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, пока Илон Маск презентовал Кибертрак, у нас в России делают его реплики из карбюраторных УАЗиков. Вроде кажется, будущее не за горами, а она сама дойдет, походу, еще не скоро. Но все-таки хочется прикоснуться к электромобилю, и, наверное, самый сейчас доступный вариант по нашим рынке – это Ниссан Лит. Мы решили приобрести такую машинку, чтобы самим попробовать, как вообще все это выглядит. Значит, это машина из Японии. Пробег у нее 120 тысяч километров. Приобрели мы ее на аукционе. Хорошо, что у нас растаможка на электромобиле все-таки стоит не таких конских денег. Ощущения прикольные. То есть, во-первых, нет шума двигателя, не надо менять масло, ремонтировать выхлопную систему, также там менять свечи и тому подобное. Ну, есть один нюанс. На вот этой версии Лифа, в принципе, изначально батареечка очень слабенькая, и то есть не особо большой пробег на одном заряде. Вот. Плюс еще у нас здесь пробег уже 120 тысяч километров, ну, что говорит о том, что, в принципе, японец эксплуатировал ее довольно-таки часто. То есть, соответственно, еще надо умудриться проехать 120 тысяч на машине, которая там дает тебе возможность проехать 250 километров на одном заряде. Вот. Соответственно, как бы такой автомобиль в небольшом городе, при условии, что ты ездишь от работы до дома, там, и в раз в день в магазин, то есть имеет место быть. Мощность двигателя у нас 100 лошадиных сил. Ну, опять же, эксплуатировать ее при полном разгоне нецелесообразно, так как пробег будет в разы уменьшаться. Ну, в принципе, в городском режиме достаточно там 40-50 километров в час. Быстрее особо не разгонишься. И, в принципе, как бы, вот у нас сейчас тут горит черепаха, то есть мы едем в экономичном режиме. Она нам особо разогнаться не даст, но при этом расход энергии у нас минимальный. Так же тут стоит светодиодная оптика, соответственно, фары потребляют мало энергии. Так вообще автомобиль комфортный, сидится вполне удобно. Хороший светлый салончик. Правда, я вот утворники путаю с поворотниками, потому что редко езж на правом руле. Да, влюмяк идет машинка. А в целом обычный автомобиль наподобие либо Nissan Juke, либо Nissan Note. То есть обычная стандартная подвеска спереди Макферсен. Дисковые тормоза в круг. Ну, ничего такого сверхъестественного здесь нет. Кстати, под капотом это очень похоже на двигатель. Если вы не знаете о том, что это электромобиль, тут вроде как клапанная крышка. Даже так сразу и не просечешь электричка. Задь места не очень много, но, в принципе, опять же, мне задний есть, а мне достаточно. Тут достаточно вместительный багажник для автомобиля такого класса, с учетом того, что вы будете есть на нем за покупками по городу. В комплекте с ним была зарядочка, но, к сожалению, у них есть такая проблема, что когда автомобиль приходит из Японии, видимо, там напряжение чуть меньше, чем у нас. И, в принципе, практически у всех она сгорает. Ну, буквально, там, в течение первой, там, не знаю, недели. То есть, мы оставили на ночь на зарядку, а зарядка сгорела. Мы приобрели с Алиэкспресс вот такую вот зарядочку, по-моему, в районе 10 тысяч рублей она стоила. На ней уже тут написано до 240 вольт. Соответственно, она работает без проблем. Ну, насколько я читал, что сгорела она не только у нас, но и практически у всех она сгорает. Вот здесь даже есть такая специальная сумочка, которой, в принципе, и надо хранить. Этот шнур пристернут, чтобы не болтался в багажнику. Переключение скоростей здесь происходит с помощью джойстика. Вот у нас просто назад, вперед. И, соответственно, если нажать на эту кнопочку, будет паркинг. При этом автомобиль оборудован камерой заднего вида, которая выводит изображение на штатную мемитолу. Кстати, здесь есть система рекуперации, то есть автомобиль может заряжаться не только от розетки, но и когда вы едете в накат, автомобиль у вас заряжается от самого электродвигателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова